Сегодня у нас с вами вторая лекция по книге «Уникальное пособие для ищущих знания». Иншаллах, с вами будет хорошее напоминание для вас и для меня, и для всех, кому вы потом, возможно, передадите эти знания. На прошлом уроке мы с вами говорили о тех аятах, в которых говорится о важности знания, о месте знаний в жизни каждого мусульманина, по крайней мере, какое место они должны занимать. Сегодня мы с вами продолжим эту тему, но только у нас уже будут хадисы, в которых говорится о важности знаний. И очень интересные хадисы, очень много таких сравнений прекрасных в этих хадисах. И каждый хадис, в принципе, может быть отдельной темой, то есть прям темой отдельного урока, про него можно говорить долго и описывать те пользы, те важные моменты, которые нас учат эти хадисы. Ну, так как наша цель не так прям досконально каждый хадис рассматривать, а в общем, да, понять тему или контекст, который нам нужен. Поэтому мы будем не так глубоко каждый хадис разбирать, но я надеюсь, польза в любом случае будет для всех. Значит, у нас первый хадис в своем «Сахихи муслим», то есть «Сахихи муслим», да, то есть «Муслим» передача книга, которую мы знаем, у нас есть «Охари», «Ой, муслим», и сейчас говорится, что вот «Муслим» передает, что «Омар, да будет доволен им Аллах, спросил одного из своих наместников, кого ты назначил правителем над жителями долины», то есть «Мекки». То есть представляете себе ситуацию, да, «Омар родолавангин» спрашивает, да, кого ты наместников, то есть как бы тот, кто отвечает за все дела, да, то есть как бы, ну, можно сказать, как заместитель правителя, да, на месте. И спрашивает, кого же ты там назначил? И что он ответил? Тот ответил «Ибн Абзу». То есть он ответил, сказал имя. «Омар, да будет доволен им Аллах, спросил». То есть он как бы его не знает. «А кто такой Ибн Абзе?» Он ответил «Один из наших вольноотпущенников». Да, то есть, по сути, он был, ну, как бы, вольноотпущенником, то есть как рабом, да, у них. И он, омар воскликнул, то есть он как-то удивился, как бы, почему выбор пал на этого человека. «И ты поставил своим наместником над ними вольноотпущенника», да, то есть такое удивление, на что тот ответил. «Поистине он знает наизусть книгу великого и всемогущего Аллаха и знает наследственное право». Да, то есть как бы у него знание по феху есть, как по наследственному праву хорошо он, да, разбирается. То есть это как бы важно для кады, например, да, когда приходят такие вопросы, разбирается. Тут Омар сказал, «Разве не говорил вам ваш пророк поистине, Аллах с помощью этой книги, то есть Корана, возвысит одних людей и унизит других?» То есть Субханаллах, да, то есть знание книги Аллаха Субханаллах, да, то есть из раба превратило в конечном результате этого человека в, ну, как бы правителя, можно сказать, в своей местности, да, то есть оно возвеличило его, то есть посредством знаний он как бы получил, ну, как бы то место, которое, возможно, он и не думал про него, да. «Посмотрите же, как знание возвысило одного из рабов до уровня достойнейших и почитаемых арабов, сделав его их руководителем и правителем над ними». Да, то есть, возможно, из тех, кто, ну, под его попечительством уже, да, оказались, они, возможно, более, ну, как бы, их род, например, более известный, возможно, они были более богатые, да, там, богаче, чем он. Ну, то есть какие-то параметры у них были лучше, но только потому, что он знающий был, да, он знал книгу Всевышнего Аллаха, то есть наизусть, да, и следовал, как бы, за ней, и знал, вот знания у него были по феклу, да, и это было решающим для того, чтобы его выбрали на такое достойное место. «Передаются слов Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, саламу Аллаху алейкум ассалям, сказал, после того, как человек умирает, все его дела прекращаются». Это очень тоже такой хадис, вот прямо если задуматься над ним, просто вот там даже посидеть, вот просто почитать хадис, и каждое слово поразмышлять над каждой фразой. То есть насколько он так, как сказать, окрыляет, да, и дает такую вот мотивацию, да, вот сейчас много там говорят про мотивацию, там, что если вы что-то хотите, вот этот хадис, это вот прям такой, ну, как бы, мини-тренинг по мотивации. То есть насколько в этих, ну, там, нескольких строчках, даже вот на арабском языке мы видим, это две строчки, насколько вот заложено, по сути, ну, такое призыв к действию. Причем это действие, оно такое широкое, что даже трудно, как бы, его сделать одним вот движением, или одним днем. И смотрите, что говорится. После того, как человек умирает, то есть все, человек умер, уже нету никаких действий, которые он может совершить, никаких, никакие его сожаления не могут ничего изменить. Человек умирает, все его дела прекращаются, и он перестает получать награду за них. Да, то есть, в принципе, он и плохого не может сделать, но и хорошего он уже не может сделать. То есть у него копилка и хороших, и плохих дел уже, как бы, все, закрывается, нету никаких благих дел. Но, казалось бы, ну, что здесь уже сделать? Но есть, как бы, маленькая лазейка, как же вот эту копилку все-таки заполнить, несмотря на то, что человек умирает. То есть человек может поставить такое, как бы, кое-что на вот хорошие, благие дела, как бы, которые автоматически будут давать ему вот эти хасанат уже после его смерти. И какие же это дела? Кроме трех, да, то есть три таких, ну, направления, можно сказать, даже не три дела, потому что они, на самом деле, очень такие широкие. Непрерывной милостыни, сада-каджария. И сада-каджария, на самом деле, это уже все зависит от вашего воображения, насколько оно может быть. Да, то есть этот построит, например, колодец, как сейчас. То есть каждая капля, если вы построили, это бессмилля дали или часть на него, или целая, да, там построили. То есть человек умер, колодец действует, каждый пьет, да. Это было построено с намерением продолжения благих дел. И, иншала, уже даже после смерти, вот эта каждая капля, как такое, не знаю, как бриллиант в копилку его благих дел. Это может быть, там, не знаю, постройка там мечети или школы, или даже какую-то книжку кому-то вы дали, да, подарили. Ну, то есть можно воображение включить. И, допустим, эта книга, потом передается, да, Коран, например, или просто какую-то такую важную книгу, в которых есть знания. Человек получил эту книгу, передает эти знания другим или научил, научили, например, кого-то, ну, там уже знания чуть, ну, тоже, например, научили кого-то что-то делать, какое-то благое дело, да, и те дела, которые делает этот человек, они идут тоже, и, иншалла, в копилку и ваши благие дела. То есть, по сути, тут садока джаря, то есть это такой прям, ну, источник, на самом деле, безмерный. То есть можно воображение здесь включить, и как это, эту садока, которая вечно течет, да, то есть вот, ну, покамести какие-то благие дела могут накапливаться, да, они будут накапливаться, иншаллах. Второе, это знания, которыми пользуются люди, или, ну, знания, которыми пользуются люди, да, то есть если человек передает знания, по сути, и людям эти знания полезны, это могут быть, если человек ставит какое-то намерение, это знания могут быть разные, да, почему-то, ну, некоторые, например, могут знания там, которые, казалось, даже не шариатские, да, быть полезными людям, и шариатские, это в первую очередь, да, они полезными являются, и когда люди передают эти знания другим, то есть такая без, ну, по сути, такая эстафета передается, человек может уже умер, но, возможно, про него уже и люди не вспомнят, может кто-то вспомнит, а может и не вспомнит, но, как бы, он являлся связующим звеном между тем, кто был до него, и тем, кто после, и если бы его не было, возможно бы, ну, как бы, эти знания, вот, не достались бы какому-то человеку, да, то есть оно, как бы, вот такой цепочкой, вот такой цепочкой оказался, да, или вот этим кольцом в этой цепочке, поэтому, человек уже умирает, но получает еще награду за те знания, которые он передал, и третье, это праведных детей, которые обращаются к Аллаху с мольбами за него, то есть, это тоже третий пункт, это праведные дети, да, вот, которые будут делать дуа, человек умер, но его дети, его, которых он воспитал так, что они вспоминают Аллах Субханата Аля, делают ему, ну, как бы, дуа за него, да, то есть, просят, чтобы Аллах Субханата Аля там смело вести над ним, возможно, делать какие-то эти, садака, да, или еще какие-то тоже благие дела, вот с такой, с мольбой за своего родителя, то есть, это тоже очень важно, и для того, чтобы, опять же, воспитать этих праведных детей, это тоже требуется время, да, насколько оно, как бы, ресурсно, ну, как бы, получает плоды, но для того, чтобы получать эти плоды, тоже нужно, как бы, вот эти зерна туда посадить, как и знания, для того, чтобы получать, передавать знания, перед тем, нужно эти зерна знаний в себе взрастить, да, то есть, как бы, взять зерно и его, как бы, взрастить в себе, и потом его передавать, вот эти уже плоды, ну, и непрерывная милость и не так же, да, то есть, чтобы, нужно сделать, ну, какое-то дело, сделать что-то, чтобы получить, вот эту награду за вот такие дела, то есть, вот этот ходис, очень, если поразмышлять, да, каждый пункт, может себе каждый посидеть и задуматься, вот, что я могу сделать, хотя бы маленькое, да, для того, чтобы вот сделать какую-то непрерывную милость, пускай это будет, ну, не знаю, там, какая-то мелочь, но она будет вот прям как капелька давать мне какие-то плоды, возможно, это будет что-то большее, но тогда, ну, как бы, может, и лучше, да, но, опять же, все зависит от ваших возможностей, например, кто-то дал для милостини, ну, грубо говоря, один рубль, но для него это рубль, это было, ну, там, половину его сбережений, а кто-то дал, не знаю, там, тысячу рублей, и для него это тысяча, это как бы мелочь, и это тоже не в количестве, да, а насколько оно важно для него, иншалла будет оцениваться. Тоже поразмышляйте о том, о том, какие знания, да, вы получаете и что вы можете передать, возможно, какой-то один хадис, даже, который вы сегодня услышите, вы расскажете кому-то из своих близких или из родственников, друзей, и они тоже задумаются, да, и вы вместе соберетесь и скажете, а что вместе мы можем, какую сделать, вот эту садопа, да, какое благое дело мы можем сделать вместе, возможно, это у нас получится как бы более, если, ну, цель более большая, да, и можно объединить силы. Ну, и на праведных детей уже тоже нужно уделять внимание и как бы не думать, что они будут праведны, просто игнорируя их, да, то есть все по милости Аллаху спонаталя, но тем не менее нужно уделять тоже этому внимание и вот это, как бы, семена любви Аллаху спонаталя по слушанию, да, взращивать с самого детства. Да, вот, например, пишут, да, деньги, например, при издании книги или учителям для приобретения, да, техники, там, ксерокс, да, то есть когда, вы уже можете смотреть в своем, как бы, окружении, в чем нуждается, да, например, вы видите, знающий человек, он, ну, как бы, приобретает знания, но у него не хватает сил на то, чтобы зарабатывать себе, например, на жизнь, на пропитание и одновременно приобретать знания, и вы хотите ему помочь, да, чтобы он приобретал знания, возможно, вы сами не можете ехать, например, или учиться, может, нету сил, возможности, какой-то может, не знаю, там, какие-то большие знания, да, получить, не каждый может быть прям там суперученым, но какие-то элементарные знания все могут получать, и, возможно, вы поможете, да, скажете, вот, бисмилля, там, фальбуляйм, какой-то, и это знание, которое он получит, без, ну, как бы, ну, они, оно будет, иншалла, тоже в вашу копилку идти, да, то есть, человеку, не знаю, там, группу детей вы научите читать, или дадите учителю, который, оплату за то, чтобы он научил читать эту группу детей, Коран, например, или хотя бы арабские буквы, и впоследствии они научатся читать Коран, то есть, представляете, это каждая буква, которую они научились, из-за того, что вы помогли, ну, там, например, оплатили учителю, да, за такие возможности, потом эта каждая буква будет записываться, вот они читают, возможность, из них, из этих десяти детей, которые вы научите, возможно, не будут все алимами, или, ну, кто-то один, да, допустим, будет, кто-то прочитает, когда-то там, например, раз в год Коран, но он прочитает, это будет вам в копилку, кто-то, может, станет и будет читать Коран, с чецом, то есть, все уже, конечно, по, как оно будет, это только Ласпанаталья знает, но также намерение, да, ваше намерение, оно играет, играет роль, поэтому, как бы, вот этот вот хадис, он очень такой, ну, вот прямо каждый, даже такое вот задание, да, вот после лекции, в течение дня, вам, вот возьмите и подумайте, да, какие, там, не знаю, 20 дел, как минимум, напишите, вот вы мы могли сделать, как садо кальджаре, да, то есть, вот просто себе запишите, да, вот в течение дня об этом поразмышляйте, и вот это я могу сделать, да, я могу там дать кому-то, например, там, один доллар, чтобы он это сделал, или я частично там где-то поможу, вот просто напишите, и потом поразмышляйте, вот как, насколько мы, как это сказать, все-таки, 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 ну, не реализуем те наши возможности, которые нам Аллах дал на самом деле, да, потому что многие говорят, ну, что я могу сделать, у меня нету, например, 300 евро за корлодис заплатить, ну, да, ну, есть мелочи, которые вы можете сделать рядом с вами, да, вы можете сделать что-то полезное, другое, не обязательно такое, что-то, что-то по вашим возможностям, вы напишите вот эти, там, минимум 20, и потом поразмышляйте, возможно, какие-то у вас сейчас нету, но вы, намерение у вас такое, и если вы будете, как бы, простить Аллаху по Наталье, иншалла, это намерение, как бы, станет реальностью в дальнейшем. Хорошо, обратите внимание на то, что знание приравняется к богатству и к детям, да, то есть здесь наравне с богатством, то есть с милостыней, что вы что-то, ну, это может, как правило, материальное, да, милостыня идти, но это может быть и как помощь в чем-то, да, и знание, здесь идет знание, это вроде бы как не, не что-то материальное, что вы можете потрогать, да, в отличие от там дети, ага, вот ребенок, вы можете пощупать, он там что-то делать может, благ, богатство, то есть тоже это какие-то материальные, ну, блага, да, а знание, оно вроде как что-то абстрактное, но оно возвышает человека, то есть вот это абстрактное, это знание, которое, оно как будто, вот, наполняет человека и сделает его вот из какого-то там угля, бриллиант, да, то есть вот что там берется, это какой-то уголь там непонятный, его там обрабатывают, встает бриллиант, то есть он, по сути, вот это знание, его, это как такое шлифует, да, и делает из человека обычного, человека необычного, то есть человека знающего, возвышающего, ну, как бы знание его возвышает, делает из него вот такой бриллиант, и ведь это не просто богатство и не просто дети, это имущество, из которого постоянно выплачивается милостивная, да, то есть это постоянно у вас идет, вроде бы вы один раз это сделали, но оно вот как бесконечный поток, за что его хозяин будет получать вознаграждение, неограниченно долго, то есть нету какой-то, вы не знаете, когда это может прекратиться, возможно, это вот как до судного дня и не прекратится, это только по, ну, как бы неизвестно. Здесь, конечно, тоже сейчас вот хотела напомнить, что следует как бы в противовес вспомнить, здесь этого не говорится, но о обратной стороне медали, когда делают какие-то плохие дела, и потом они стают, как бы такой, ну, садакай джария в негативном плане, да, то есть когда человек что-то делает плохое, и потом он, ну, как бы забывает иногда об этом, и это продолжается там бесконечно долго, и он уже забыл, поэтому, ну, как бы этого уже следует бояться, да, то есть не делать каких-то там поспешных, плохих дел, чтобы потом это не превратилось вот в такую, в негативную садаку, да, когда что-то кто-то делает, тоже там истории такие были, что когда человек, ну, как, не знаю, или уместно это сейчас сказать, ну, то есть делал, как бы нехорошие там сайты посещал, да, и рассылку сделал своим там друзьям, чтобы они тоже это делали, или смотрели, и после произошла авария, он умер, и рассылка там на год или на пять у него там была оплачена, и, представляете, человек умер, уже он, его закопали в могилу, возможно, его там уже черви съели, а негативные дела за то, что он сделал, они продолжаются, то есть вот эти вот, как бы такая анти-садака, то есть вот этого нужно бояться, да, то есть чтобы такого не происходило. Да, вот если какие-то, возможно, по, по какому, да, как пишет сестра, по Джагили, кто-то, ну, не знал, да, там, или еще, как бы не было знаний, какие-то, возможно, распространял, ну, знания, или, или просто информация, которая, ну, не достоверна, а просто, как бы запретная, харамная, да, то такое нужно прекратить, это закрыть, вытереть, чтобы оно не продолжалось, потому что некоторые, ну, все, я там уже вроде не хожу, я уже там пароль забыла, и все, ну, оно же идет, кто-то там смотрит это, найдите, удалите, и скорените это, чтобы оно не продолжалось, да, то есть вот такой момент очень важный, чтобы этого не было, потому что, ну, да, все люди могут где-то ошибаться, кто-то, например, ну, или отошел, или не был, в принципе, в исламе, и не знал каких-то моментов, потом пришел, все, как бы, чтобы это было с чистого, не шало листа, это имущество, из которого постоянно выплачивается милостыня, за что его хозяин будет получать вознаграждение неограниченно долго, и это праведные дети, которые будут выплачивать милостыню за своих родителей, излишко своих денег, и обращаться к Аллаху с мольбами об их прощении и милости на протяжении всей своей жизни, да, то есть вот, тоже такое, как бы, дуа даже, да, что вот, почему говорят «зурия сальха», да, иногда когда просят, говорят, «Вот, Аллах, пошли мне ребенка, я вот так хочу ребенка», часто женщины этим вот особенно страдают, и, как бы, уже кого-нибудь пошли, какого-нибудь, просите праведного, да, праведного ребенка, возможно, этот, вы вот какого-нибудь просите, вам Аллах пошлет, а этот ребенок, как бы, не сделает вас счастливым, а только несчастным, еще больше. То есть просите праведного ребенка, который без неля будет делать за ваш дуа, делать за вас после вашей смерти милостыню, просить Аллаха, да, и это будет вам дополнительным вот таким бонусом, благом, который после смерти будет вам ну, как бы во благо, да, то есть вот зуррия сальха, да, то есть хорошей, праведного наследника или наследницу, да, то есть ребенка. Абузнилля. Муслим передается слов Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям сказал, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знаний, Аллах за это облегчит путь в рай. А когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу, Аллах обязательно не сходит на них спокойствие и покрывает их милость и окружает их ангелы и поминает Аллах среди тех, кто находится перед ним. Ну, такой длинный хадис, это как бы из него часть. И тоже очень такой, ну, как бы вдохновляющий хадис, да, то есть смотрите, насколько здесь прекрасно, да, то есть тот человек, кто вступил на путь знаний. В принципе, это, иншаллах, и мы с вами, да, в данном случае, вот как бы, как собрание, да, это такой уже современный формат собрания, да, вот онлайн, кто бы мог подумать, что когда-то там, не знаю, 2000 лет назад, что вообще такое возможно, но вот такое возможно. То есть мы вроде бы, наши тела в разных местах, но по сути наши мысли наши как в одном, вот в одной имиджлис, да, то есть мы как будто в одной комнате находимся, ну, просто наши тела вот чуть-чуть в разных местах. И вот люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, да, то есть они делают какие-то, ну, как уроки, обмениваются знаниями, читают книгу Аллаха, да, и это вот такое собрание, да, когда изучают религию Аллаха Субханаталя, обязательно не сходит на них спокойствие. То есть когда так изучают спокойствие, да, наверное, каждый замечал, вот я на уроке сижу, ну, конечно, бывает, что там дети бегают или ещё что-то такое, вот эти всякие помехи, которые возникают у мам, особенно маленьких детей, но тем не менее, если вы вот, ну, самостоятельно и вы действительно вот в этом уроке, да, часто вот такое спокойствие как бы слушаете и такому умиротворению наступает и покрывает их милость, и окружает их ангелы, да, то есть на самом деле, смотрите, окружает ангелы, то есть это мачлис, также присутствует на нём ангелы, 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 они окружают, как бы охраняет этот мачлис, да, даёт вот как бы само, когда мы говорим про ангелов, да, это как вот те творения, которые не ослушаются Аллаха Субханаталя, да, то есть они постоянно слушаются. И вот ангелы, они присутствуют, они тоже присутствуют, окружают, да, вот даёт такое спокойствие, не спускаются вот на людей, кто в этом мачлисе своим как бы, ну, умом находится, да, потому что можно находиться, ну, как бы условно где-то, но вообще думать про что-то другое. И поминает Аллах, и окружающих ангелы, и поминает Аллах среди тех, кто находится перед ним, да, то есть вот насколько прекрасные слова, и, иншаллах, мы с вами из числа вот этих людей, которые собираются ради Аллаха Субханаталя, ради того, чтобы изучать книгу Аллаха Субханаталя и религию Аллаха. Слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи асалям, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах за это облегчит путь в рай. Смотрите, Субханаталя, то есть если человек всё-таки собрался, он всё-таки сделал над собой усилие и вступил на поиск знаний, то есть Аллах облегчит путь в рай. То есть это, по сути, как бы такое, вы себя в это окунаете, в это знание, и это, в конце концов, для вас облегчение. То есть Аллах Субханаталя вам как бы облегчит путь в рай. То есть это, по сути, ну вы сами как бы приобретаете вот эту помощь от Аллаха Субханаталя в достижении главной цели, да, рай. Является ярким доказательством и важным свидетельством огромного достоинства религиозного исламского знания. То есть насколько эти знания важны, что Аллах облегчает путь в рай тем, кто вступает на путь поиска знаний, да, то есть и, конечно, здесь намерение, потому что некоторые говорят, ну как же я там буду вступать, у меня там что-то не выйдет, у меня там, не знаю, дети, борщ не вареный, суп не, не знаю, не жареный, не вареный, ещё там котлеты я не пожарила. Да, ну человек, если у него есть действительно вот намерение и желание, ему облегчится это, это будет облегчаться. Да, это не означает, что это будет легко, и всё, все котлеты, супы, борщи развергнутся, и вы станете наедине вот с книжкой, и всё будет прекрасно. Нет, так не будет. Это не означает, что будет вам легко прям жить и хорошо, но это означает, что это путь, который облегчит путь в рай, потому что человеку, может быть, житься на этой земле прекрасно, и он может думать, что он прям король и царь всей планеты, а на самом деле это отдаляет его, это стаёт вот эта прекрасная, ну как бы жизнь, стаёт той колючкой и непроходимым лесом, которая не даёт ему достигнуть рая. А человек, который в поиске знаний, у него может быть какие-то сложности, как у любых людей, это не говорит о том, что у него станет жизнь какая-то райская и прекрасная, но это говорит о том, что путь в рай, который как, да, вот рай, он как бы окружён какими-то иногда сложностями, то есть нужно молиться, нужно поститься, нужно делать какие-то действия благие, дела хорошие, чтобы достичь рая. Но в конечном результате будет всё для вам. А чтобы достичь ада, в принципе, можно ничего не делать, можно развлекаться, гулять и что хотите, ну то есть никаких как-то особых действий, ну хороших, да, делать-то не нужно, ну можно себе там развлекаться. И это жизнь, как бы результат её будет ад. Но поиск знаний, он как бы даёт, вот показывает путь, да, он облегчает этот путь человеку. Почему? Потому что человеку, на самом деле, знающему, ему не нужно объяснять, а наставьте меня, почему я должен молиться, мне трудно молиться, я не могу там встать, я не могу заставить себя молиться. А начните знаний, да, потому что человек, он не понимает, он не осознаёт, не знает, кто такой Аллах Сфанаталя, почему ему молятся. Он, в принципе, не сильно-то и понимает, что Аллах Сфанаталя, его творец, его создатель, это тот, кто ему, в принципе, всё дал в этой жизни. И поэтому возникают такие нюансы. Если человек, он эти знания получает, переживает через себя, не просто знания, как пришёл в школе, там, сказал, экзамен, то есть просто знания ради знаний. А знания, это вот осознанно, да, вы осознаёте, это обдумываете эти знания. Тогда, иншаллах, вот это будет тот, ну, такой, та причина, которая облегчает путь в рай. То есть это как будто вы уже не идёте через колючий лес, а уже будете там, ну, так, плавно идти по тропинке. То есть вы уже как будто знаете тропинку в этом дремучем лесу. То есть знания, они вам дают, как бы, такую тропинку, которую, возможно, никто не знает. И вот знает только знающий человек, что вот в этом потоке, там, грехов, трудностей, сложностей есть тот путь, есть тот правильный путь, который знает знающий человек, который читает Коран, который понимает Коран, который может, там, религиозные знания получать, который разбирается в хадисах. И только это знание ему показывает вот так, как лес. Если человек заходит, он не знает в лесу, куда идти. А человек, который разбирается, да, там, по каким-то палочкам, там, не знаю, он понимает, что где-то здесь вот дорога сюда направо-налево. Вот так и знающий человек. Он в этом потоке вот этих деревьев многообразных может найти тот правильный путь, который помогает ему достигнуть рая, беизмилля. Вот. То же самое относится к словам пророка, а когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие и покрывает их милость, и окружает их ангелы. И поминает Аллах среди тех, кто находится перед ним. Да, то есть уже тоже это упоминали. Тоже эта часть, она указывает на достоинство здания, да, к чему, ну, к чему просто нечего добавить, да. То есть как бы здесь нечего добавить. То есть мы, я уже говорила, да, то есть ангелы, Суханна Таля, посылают, да, вот здесь они присутствуют. Вот эта вся атмосфера описанная, да, такое умиротворение, милость, она настолько говорит сама о себе, да, что здесь действительно нечего добавить. Поистине то, что на людей, совместно изучающих Коран, нисходит спокойствие, читающих его покрывает милость, что ангелы собираются вокруг них, выказывая свое уважение к ним и довольство тем, что они делают. И всему милостивый Аллах поминает их среди ангелов, наилучших и самых почитаемых из его творений, да. То есть как бы Аллах, Суханна Таля, он как бы гордится вот этими людьми перед ангелами, да, то есть как бы показывает, посмотрите на какие они, да, они ради довольства Аллаха, Суханна Таля, собрались. Как я уже говорила, ангелы, они так сотворены, что они в принципе не могут не слушаться Аллаха, да, то есть они вот так запрограммированы. У людей же, у них чуть-чуть другое, у них есть там выбор, и поэтому насколько прекрасно, когда этот выбор, выбор в сторону праведности, в сторону праведности, в сторону, повернутый в направлении довольства и в направлении рая, да, то есть человек, он пытается заслужить вот этот путь в сторону, да, правильный, а не обходной путь или какой-то путь, не знаю, в другую сторону. Это служит самым убедительным доводом в пользу достоинства знаний и его превосходства над прочими видами поклонениями и путями приближения к Аллаху, да, то есть слова пророка, саллаллаху алейхи ассалям, переводимые в сборнике Сахех, Аллах наставляет религии того, кому желает блага. Тут очень тоже важно, то есть смотрите такое, что если Аллах желает блага какому-то человеку, он наставляет его в религии. То есть можно проверить, действительно, вот вы как бы на этом пути, да, то есть в принципе уже, если мы с вами без ниля, да, на правильном пути, изучаем, пытаемся там, или кто-то, может, случайно зашёл, да, случайно, я сейчас пойду послушаю, но вот попал на эту лекцию. То есть это какой-то вот, Аллах, Субханат Али, даёт, как бы приглашает вот сюда, да, что вот начни, получи знания, да, вот у тебя есть все возможности, все вокруг. Сейчас уже не нужно ехать за 3-9 земель, чтобы получить знания. Можно просто сидеть в комнате 2 на 2 метра и быть, как бы, знающим во многих, ну, каких-то аспектах, да, то есть просто нужно захотеть, нужно делать на это причины. То есть это возможно, да, для этого нужно какие-то там, не знаю, интернет или ещё что-то, не знаю, что так всё уже стало, есть, но это возможно стало. И для этого нужно делать причины. И если Аллах наставляет к религии кого-то, да, то есть вот такие вот моменты появляются в его жизни, значит, Аллах хочет для вас блага. поймите это, как бы осознайте это и используйте, да, не отвергайте вот это вот, вам вроде дают, вот-вот возьми, возьми вот наставление, да, возьми вот это знание, получи его, тебе будет от этого лучше. А человек, нет, я пойду там, не знаю, лучше сериал посмотрю. Или нет, я не хочу, я пойду там какое-то развлечение, да, то есть как бы всячески вот такое, как бы преграда, ставит вот эту преграду и всячески пытается от этого отодвинуться. Эти слова, они подтверждают, что настоящее благо заключается в понимании религии, что подразумевает знание догмата в ислам, да, то есть вот это понимание религии, оно является настоящим благом, да, то есть это благо, как мы уже говорили, ну, показывает, во-первых, что Аллах желает вам добра, да, и наставляет, вот показывает, что вот этот как бы поворачивает вам в сторону рая, да, поворачивает и дает вам возможность выбрать этот путь, да, то есть выбрать, ну, так как человек, он, многие говорят, ну, почему какие-то претензии, так сказать, выставляет, да, что меня там Аллах не наставил или я еще, ну, вот вам дается уже какой-то такие вот насыга, кто-то там вам подсказал что-то, да, это и есть такие намеки, потому что у человека, у него есть право выбора, да, и этим он отличается от ангела, поэтому его будет, как бы, судить, да, там, что, ага, ты там делал хорошие дела или не делал, тебе там, вот, там, пророки, да, делали какое-то предупреждение или наставление, направляли, то есть в этом есть и выбор, иначе бы, если бы не было выбора, так не было бы тогда за что судить, да, то есть за что судить, если нет выбора. Значит, подразумевает знание догматов ислама, различных видов поклонения, установлений шариата и норм нравственного поведения мусульманий, да, то есть как себя вести, это тоже очень важно, потому что у нас бывают люди, знающие, но как знающие в голове, но когда начинают говорить, я надеюсь, я не из таких людей, то прямо, прямо уже так сердце защемляет, да, в груди шкварчит из-за того, что вот просто вот эти знания, они не совпадают с их поведением, да, то есть какая-то грубость, не то, что это строгость, строгость и грубость как бы разные, да, потому что строгость это, ну, как бы, может быть одной из чертой, например, учителя, да, то есть строго, потому что иначе там, но грубость или там какие-то вечные, ну, недовольства, претензии ко всем и вся, это уже не из хорошего адапа, да, то есть когда человек всем там недоволен или как-то проявляет неуважение к говорящему или там окружает, ну, то есть много можно про это говорить, адапа — это как бы отдельная история, и вот про это, в принципе, мы и говорим в этом курсе, иншаллах. Поистине, если мусульманину посчастливилось учиться и владеть знаниями, если он достигает понимания в религии Аллаха, то он станет способным творить добро и будет из числа благодетельных, да, то есть если уже человек, он стопил на путь знаний, будет их принимать, не отвергать, что и всё пытаться, нет, я так, вот говорится так, а нет, вот у меня там, например, нужно сделать, там, давать милость, ну, у меня же нету, я же там бедный, у меня там ещё, то есть начинает искать о всех по проданию, ну, делай милостыню не, там, не 100 долларов, а дай 1 рубль, ну, всё, ты дал, то есть как бы под своим возможностям, то есть каждый может, кто там милостыня, может, не знаю, там, старушку через дорогу перевезти, да, это уже там хорошее дело, то есть милостынь не всегда материальная, оно может просто доброе слово, улыбка, да, то есть кто-то вам, ну, как-то, ну, вы хорошо как бы на кого-то посмотрели, не так, что каждый, кто-то посмотрит, думает, что у него там главное всё переворачиваться, а как бы такое уже приятное, иншаллах, это будет тоже милостыня вам, да, то есть какой-то, не знаю, там, какой-то там такой мелочь может быть тоже приятной. Поистине, если мусульманину посчастливилось учиться, это мы уже сказали, да, ну, ещё раз, видимо, нужно, и овладеть знаниями, если он достигает понимания в религии Аллаха, то он станет способным творить добро и будет из числа благодетелей. И иншаллах, все мы из них будем, чтобы судить о достоинстве и почитании знания, достаточно уже того, что оно приводит человека к добру и указывает ему дорогу к этому, да, то есть само знание приводит к благу, значит, как бы это знание без ниля благое. Руководство и знания, с которыми Аллах послал меня, то есть это слова пророка, саллаху алиху ассалям, да, которые приводятся в Сахих, в Сахих Бухаре и муслим. Руководство и знания, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Смотрите, какое прекрасное сравнение, да, обычно мы что говорим, вот дождь там, это как бы, ну, такое метафора обычно, на что-то вот как возрождается, да, например, если там засука, полил дождь, там уже плоды даются, там урожай лучи, это. Ну, в то же время, чрезмерное обилие, неправильное, допустим, оно тоже может давать какие-то нюансы. Смотрите, здесь, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, то есть земля сама изначально, она была готова к тому, чтобы давать плоды, то есть она плодородная земля, у неё она как бы удобрена, она, даже если с человеком, она желает, как бы, она желает давать плоды, но у неё нету возможности, ну, как бы, нету того, кто её как бы научит, да, вот если образно. И здесь часть этой земли плодородной была, она впитала в себя воду, то есть она впитала в себя вот эти знания, им получили знания, она впитала в себя. Почему? Потому что она изначально была готова, она была, в ней было вот это зерно, зерно благо, зерно, желающее дать плоды. Она не была какой-то, это как бы с песком, да, а просто оно было вот плодородной почвой. Она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Вот эти, какое прекрасное сравнение, да, то есть земля изначально плодородная получила вот этот обильный дождь, да, и она дала плоды, да, дала плоды. Другая часть была плотной, то есть засохшей такой вот, как каменной землёй, да, она задержала в себе воду, то есть она как бы эту воду не смогла, вот если каменная вода, да, вернее земля, и воду на ней налить, она как бы не готова ещё принять эту воду в себя, она как бы твёрдая. И Аллах обратил её на пользу людям. То есть она как бы задержала в себе воду, стала эта вода на поверхности, она вроде есть, но дал какую-то пользу, да, получилась какая-то польза, которая стала употреблять её, эту воду для питья. То есть земля, она как бы не, в данном случае, не даёт какие-то излишние плоды, она просто эту воду задержала. То есть если сравнить знания, как кто-то, ну, сухо взял и отдал, да, то есть никаких излишних ещё плодов не было, то есть как бы чисто сухознание, так можно как-то сравнить. Так, значит, и вернул, стали употреблять эту воду для питья, поить её искот и использовать для орошения, да, то есть как бы используют эту воду, да, она, в принципе, тоже получила, ну, как бы, тоже полезно, но в другом направлении, да, она не дала своих плодов, она просто сохранила, как бы эту воду, вот как такой бассейн, да, для него. Дождь впитал также и другую часть земли, выпал дождь также и на другую часть земли, представляющую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. То есть такая вот как бы равнина, типа как песок, да, впитал воду, но и плодов там нету. То есть получил, как бы, эти знания, ну и всё. То есть это, по сути, ну, которые не перешли, эти знания, они, как бы, не были осмыслены, да, они просто знания, вот как выучил и забыл, так сказать. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал мне Аллах. Сами приобрели знания и передали его другим, а также тем, кто обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям. Да, то есть некоторые люди, они принимают это, передают, дают какие-то плоды. Некоторые, они не, как бы, не принимают его для себя вот внутри, но могут эти знания передавать, но это как бы, ну, не следовать ним, да, вот как вторая, допустим, категория. А третья, это уже, которые знания, допустим, какие-то получили, но оно как бы, как мимо, такое, в холостую прошло. Прошли мимо, и сами не получили пользу, и никому эту пользу не передали. Данный хадис убедительно и ясно показывает достоинство знания. В этом благородном хадисе представлен прекрасный, правдивый и удивительный пример, да, то есть даже такое сравнение, вот, который Айл-Куртуби комментирует следующим образом. Пророк, саллаху алейкум салям, сравнил религию, которую он принес с собой, да, то есть как бы пророк в этом хадисе в, как бы, в виде обильного дождя, имеется в виду, да, то есть сравнил себя с обильным дождем, приходящим к людям в то время, когда они в нем нуждаются. То есть вот эти знания, они нуждались в нем, да, как и все мы в знаниях этих нуждаемся. В таком же положении были люди до начала его пророческой миссии, и подобно тому, как обильный дождь оживляет мертвую землю, так же и религиозные науки оживляют мертвые сердца. Затем он сравнил слушающих его религию с разными видами почвы, на которые выпадает дождь. То есть сама знания, они не те же, как вот эта вода, да, которая дождевая полезная, но куда она попадает, уже различны, то есть почва различная. Среди них есть ученые, которые используют свои знания, передавая их другим. Они подобны плодородной почве, которая впитала воду, воспользовалась ею сама и вырастила растение, принеся пользу остальным. Среди них есть и люди, которые собирают знания, расходуя на это все свое время, но не делают ничего сверх того или не постигают сути того, что сами собрали. Так как бы так поверхностно все. Хотя передают накопленные знания другим. И третье, а, нет, и они подобны почве, которая не впитывает воду, не проносит, но приносит пользу всем остальным. О таких людях пророк саллаху алихасалим также сказал, да порадует Аллах человека, который услышал мои слова, запомнил их и передал другим так, как слышал. Да, то есть имеется в виду, не просто он услышал и передал, а еще и сам их как бы укрепил, запомнил. Среди них есть и такие, которые слушают то, что имеет отношение к знаниям, но не запоминают, не применяют и не передают это другим. Да, то есть это уже вот третья категория. Они подобны солончаку или гладкой поверхности земли, которая не впитывает воду или портит ее для всех остальных. Две достойные похвалы группы людей в этом примере он упоминает вместе, поскольку и те, и другие приносят пользу людям, выделяя третью, достойное порицание группу людей, которые пользу не приносят. То есть третья категория. Да. Так, иншаллахэр. Идем дальше. Я скажу, что даже при поверхностном знакомстве с этим прекрасным и удивительным примером можно увидеть достоинство знаний. То есть тут вообще хадис, который здесь приводится, если прям вот каждый хадис, как я уже говорила, прямо можно о нем писать и говорить очень долго. Там целые лекции, а то и не одну. Посланник Аллаха, саллахэр. Ивас Салинам сравнил знания с обильным дождем, льющимся с небом и несущим с собой добро и нескончаемое благо обитателям земли. И подобно тому, как обильный дождь оживляет мертвую землю, так же и знания оживляют мертвые сердца. То, что знание является достоинством, достаточное для того, чтобы оно стало основой жизни. То есть, как бы, что человек, он по сути, всю свою жизнь, он может получать знания, он может строить свою жизнь вокруг этого, то, что он получает знания по Корану, по каким-то религиозным другим знаниям, да, там, феклу, не знаю, там, хадисы, тавсир, сира и так далее. То есть, это может быть, ну, по сути, бесконечно, да, потому что знаний их настолько много, и учить, не переучить, читать, не перечитать, и каждый раз что-то новое, 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 да, то есть появляется. Новое не в плане того, какое-то что-то, а вот какие-то новые аспекты по-разному, какие-то, да, когда даже читаешь одно и то же, вот Коран, читаешь первый раз одно, я вот даже иногда читаю, там, бывает, и на каком-то вот аяте, ну, уже вроде читала его там множество количеств, ну, раз, и даже вот читаешь, и как будто вот его первый раз видишь. То есть, какой-то вот такая мысль пробегает вот по этому аяту или по значению, который до этого у тебя не было, да, и ты начинаешь, ага, то есть на основе, например, каких-то уже своих жизненных знаний, какие-то, какой-то опыт люди окружающие, то есть ты начинаешь уже как-то по-другому вот смотреть даже, да, что, ага, вот это, вот что, допустим, да, имелось в виду, потому что когда мы читаем Коран, это как будто вот хитаб, да, как к нам относится, да, то есть как мы читаем и это через себя пропускаем, и каждый раз что-то новое, новое, новое появляется, то, что до этого, ну, не слышно было, да, или не видно и непонятно было. Да. Смотрим дальше. Передается слово Абу-Гурайридо будет доволен им Аллах, что пророк Саллахли Васалям сказал, люди являются рудниками, подобными золотым и серебряным рудникам, да, то есть людей сравнил с рудниками, такие как рудник, да, там, где у нас есть что-то полезное. Те из них, что были лучшими во времена Джагилии, то есть в основе, да, люди, которые до того, как они познали истину, они были хорошими людьми, они были лучшими, они были достойнейшими людьми и до того, как они, как бы, стали на истинный путь. Остались лучшими и в исламе, то есть человек, он был, как бы, хорошим человеком в понимании таком мирском, и после этого они остались такими и стали лучше, потому что это знание, эта религия их возвысила еще больше, если усвоили установление религии, да, то есть они усвоили, они поняли, и они, как бы, вот это свое, эту хорошесть, это благое, что в них было, они его, как бы, начали генерировать из него еще, да, вот как бы, это благо, оно начало из них вот еще больше выливаться, оно утверждаться, то есть уже понятно, не хороший просто для того, чтобы хороший, а хороший, и это ради Аллах Супа Наталья, да, это эти знания, эти, это благо их возвышает, это дает им уже, не то, что они случайно идут по вот этому правильному пути какому-то, да, они идут, это осознанно, правильно, иншалла достигнут, потому что вот эти знания и, ну, правильный путь, да, они как ключ, то есть если даже человек, ну, делает все благие дела хорошие, вроде как двигается вот внешне в правильном направлении, да, но вот перед, можно так сказать, условно перед, или в конце вот этого пути есть такие ворота, которые нужно открыть, чтобы войти уже в дальнейшем в рай, и этими воротами является что? Это является вера в Аллахаспанаталя, да, то есть моменты, которые связаны именно с религией, и если человек, он сам по себе там самый хороший, то есть он, допустим, как там, ну, миллион из миллиона, да, допустим, грубо говоря, по всем параметрам человеческим, но это все, если умножить на ноль, то есть на отсутствие религии, да, то в конце это получается ноль по законам математики, а если это хотя бы на один умножить, да, что вот веру, то это уже будет правильный результат, то есть он достигнет нишала того результата, который, которому, ну, стремится верующий человек, да, а не просто, то есть, в принципе, человек, если он, ну, если он не верующий, делал хорошие, да, какие-то дела, он, наверное, в принципе, и не хотел там никакого рая, он же не стремился к нему, ну, просто делал, ну, и то, что он хотел, то он заслужит, как бы получит, в конечном итоге, поэтому, чтобы это не было на ветер, да, конечно, вера и вот столпы все должны быть соблюдены, сообщается, что Зир ибн Хубейш сказал, однажды я пришел к Сафвану ибн Асалю, аль-Муради, и он спросил меня, что привело тебя, я ответил, стремление к знанию, да, то есть пришел ради знаний, он сказал, поистине я слышал, как посланник Аллаха, сейчас секундочку, значит, он сказал, поистине я слышал, как посланник Аллаха, салю Аллаху али-Асалюм, сказал, как только кто-нибудь выходит из дома в поисках знаний, ангелы возлагают на него крылья в знак удовлетворения тем, что он делает, да, то есть тоже, помните, мы проговорили про мачлис и про ангелов, этот хадис ясно говорит о достоинстве искателя знания, ведь нет никого лучше, чем тот, на кого ангелы возлагают крылья в знак внимания и уважения к нему и удовлетворения тем, что занят благим делом, поисками знаний, ради которого он вышел из дома, да, потому что ангелы, они, как уже, опять же, повторюсь, сегодня говорила, они только делают благое, они это благо видят, и в данном случае, да, вот что ангелы, они возлагают такое внимание и на такого человека, то есть это действительно поиск знаний, действительно, как бы, дает плоды, дает благо. И сообщается, что Касир Ибн Каис сказал, я сидел вместе с Абу Дардой в Дамасской мечети, когда к нему подошел человек и сказал, о Абу Дарда, я пришел к тебе из Медины, да, смотрите, в Дамаске Медина, города посланника Аллаха, саллиллаху и ла саллим, чтобы узнать, и чтобы узнать у тебя хадис, который, как мне сообщили, ты рассказываешь со слов пророка, то есть он пришел из Медины, в Дамаск, нету самолетов, нету вертолетов, машин, а только там верблюды и лошади, а может и тех нету, чтобы узнать у тебя хадис, то есть пришел ради чего, чтобы узнать хадис, который мне сообщили, рассказываешь от слова пророка, то есть он хотел узнать, как бы, без каких-то посредников между ним, да, он знал, что есть вот Абу Дарда, кто лично слышал этот хадис у пророка, саллиллаху и ла саллим, и он не хотел, он там знал, что, наверное, передали ему, что вот такой-то хадис, но он хотел это услышать из его уст, да, чтобы было вот, как бы, более приблизиться вот к тем словам, которые сказал пророк Аллах, со слов пророка, да, да благословить его, Аллах и приветствует, Абу Дарда спросил, ты не приехал с целью торговли? Он спросил, нет, он ответил, нет, Абу Дарда снова спросил, тебя не привело сюда что-то иное? то есть он как бы, ну, удивился, потому что, ну да, он мог ехать там, торговать, Дамаск, и как бы уже по пути, тут знает такой, заеду-ка я, Абу Дарда, да, там узнает от хадис, как бы, два в одном, или там еще какие-то, может, дела, кого-то навестить, он хотел, или еще, да, то есть, ну, как бы, два дела в одном, в принципе, нормально, да, то есть все вместить, и он уточняет, Абу Дарда снова спросил, тебя не привело сюда что-то иное? Он ответил, нет, тогда Абу Дарда сказал, поистине я слышал, как посланник Аллаха говорит, тому, кто вступит на какой-нибудь путь, желая обрести на нем знание, Аллах облегчит путь врать, и поистине ангелы непременно будут возлагать свои крылья на искателя знания. Аллах облегчит путь врать, спорт, но сувеними FaceTime. Отплавка отырла. l Ин corrupt Parce Тогда Абу-Дарда сказал, «Поистине я слышал, как посланник Аллах, саламу алейкум ассалям, говорил, тому, кто вступит на какой-нибудь путь, желая обрести на нем знания, Аллах облегчит путь в рай. И поистине ангелы непременно будут возлагать свои крылья на искателя знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает. И поистине прощения для знающего непременно станут просить обитателей небес и земли и даже киты в воде. Что же касается превосходства знающего над подклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами, поистине обладающие знаниями, являются наследниками пророков. Пророки же не оставляют в наследстве ни динарам, ни диргамам, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрел его, доздался великий удел». Ахамтуллах, сестры, мы с вами закончили этот раздел и надеюсь, было пользой для всех, для вас и для меня в том числе. Иншалла, продолжим с вами на следующих уроках продолжать читать эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok